всем привет как вы уже наверное поняли мы вчера оказались венгрии это как мне показалось страна плохих дорог и платных туалетов в общем у них здесь венгрия славится вот такими вот источниками якобы лечебными здесь есть одно большое озеро почти в самом центре недалеко от будапешта и рядом с этим озером есть еще небольшие озера тоже там со всякими разными короче говоря веществами полезными и собственно местные сюда любят приходить и туристы тоже вот напротив есть парковка 1 евро час стоит примерно может быть даже еще больше и вы можете прийти в принципе здесь покупаться даже не знаю пойдем мы туда или нет вход стоит примерно около 12 или 15 евро с человека потому что здесь вот эти венгерские деньги и курс примерно 380 вот венгерских денег на 1 евро и вход стоит 4500 очень много лесов здесь венгрии но вот то что у них нет туалетов доступных это все портит потому что люди хотят в туалет и вот они идут в лес или где-то на заправках вы приезжаете это наверное венгрия это первое место где на заправке увидел платный туалет и вот собственно вы приезжаете и платите за туалет на заправке это вообще наверное невероятная какая-то тупость потому что но люди как бы заезжают в основном для того чтобы не только машину заправить а еще в туалет сходить и соответственно попутно они там что-то покупают а если вы делаете платный туалет естественно человек где-то идет в лесу и в туалет там или еще где-то и на заправку не заезжает либо заезжает на заправку и просто идет в туалет там где-то на стоянке или еще где-то поэтому везде запах мочи ну и запасу соответственно вот остатков от туалета вот это вот как раз таки озеро вот это большое но я так понимаю муниципальная то есть она по кругу идет радиус наверно метров 500 диаметр и собственно можно прийти здесь покупаться ну я не знаю здесь в каждом отеле есть вот эти вот источники и воды наверное было бы правильнее приехать сюда в отеле и как бы ну уже в отеле соответственно сходить покупаться в этих бассейнах в турции кстати тоже есть вот эти всякие разные источники все равно там как-то это все попроще в турции вообще у людей нет привычки брать деньги за парковку причем венгрия как бы это большая страна они могут себе позволить или бесплатные туалеты бесплатные парковки но они почему-то этого не делают видимо они хотят создать бизнес какой-то но бизнеса не получается получается просто обоссаны извините меня парковки на заправках и не только на заправках ну вот без все так вот так это выглядит тени хочу в парке течет речка с фиалками с такими красивыми я не удивлюсь что это в этой речке тоже такая же вода откуда-то бьет из источников и в принципе как бы можно купаться в этой речке тоже причем это фиалка она может расцвести только буквально вот на один день кстати вертолет здесь летает непонятно зачем и но на следующий день уже и и не будет спускаются этого озера скидывают воду в эти канавы чтобы она была проточная и соответственно можно вот в этих арках абсолютно бесплатно покупаться вот что здесь обитает это примерно место находится но вы увидите по карте сразу большое озеро рядом с ним маленькое озеро есть и и здесь вот прям такой курортный город санаторий такой все на велосипедах все управляются за здоровый образ жизни причем в эти вот бани который я вам сейчас показывал с разных сторон входа есть и вот в основном взрослые люди приезжают на велосипедиках там у них массаж и вот вот так она выглядит там есть пирс туда выходит то есть можно там покушать покупаться ну весьма культурно конечно вот на русском языке на английском принципе все ясно понятно а ну вот я вам сейчас покажу сколько это стоит это такой вот три часа билет стоит 4500 местных а вот лишь на русских список цен можно на целый день купить может дополнительные абонементы можно купить а гардероб еще можно купить подошлите гардероб это за пальто и сюда можно еще приходить зимой так как это горячие источники здесь можно еще и зимой купаться не замерзните я где-то видел фотографии они приезжают венгрию прям зимой кайфуют ну и вот собственно старый город сегодня у них какая-то выставка тут проходит тених конечно же все уже культурные туалеты сразу появились бесплатные и велодорожки и вообще все такое ну а на заправках конечно вообще от стой стороны страшно здесь должен быть где-то инфо центр для туристов я всегда в такие места прохожу интересуюсь где есть бесплатные парковки где чего вообще интересного и они мне все рассказывают с удовольствием там специально обученные люди ну наверно пойду туда куда все идут скорее всего а вот можно селфи сделать для чего ты кстати многие банкоматы и многие люди вообще принимают здесь евро оказывается вертолет это можно кататься здесь на нем на этом вертолете и собственно по окрестностям очень много отелей некоторые отели с бесплатной парковкой тоже но это в букинге можете сразу искать если хотите я вот даже не знаю мне конечно и хочется и колется здесь остановиться но как-то как-то отталкивает город да и вообще вся в целом страна вот вы когда только приезжаете заходите на заправку на одну на вторую вам говорят заплатить туалет заплатили за туалет а вы пока от подозаправки идете по стоянке чувствуете запах мочи везде и как-то вот ну неприятно мне кажется это о многом говорит вот допустим сколько я наверно около десяти тысяч километров по турции проехал по испании очень много проехал ни в одной из этих стран даже они не заикнулись ни разу не про туалет не прочел и вот посмотрите здесь мусорки до стоят а вот бывает такое что идешь по венгрии а мусорок нет и поэтому не знаю даже что сказать много взрослых людей венгрии еще помимо того что она славится вот этими всякими источниками собственно горячими они еще производят очень много вина на мое удивление и в общем вот здесь тоже вроде бы туалет есть здесь кухня такая похожа на уши на немецкую на австрийскую немного свинины кушают вот эти ноги свинные рульки свинные такая уже меньше не так много хлеба как франции хлеб не такой вкусный славении венгрии не такой вкусный хлеб еще удивительно что я у них здесь замечал магазины second hand то есть они некоторые какие-то свои вещи продукты товары вернее не продукт естественно используют по второму разу какая-то ярмарка здесь проходит сегодня продают стаканчик а это он делает стаканчики вырезает тут же вот такой курс 380 это евро 340 это доллары еще можно даже было когда-то рублей здесь поменять свое время по всей видимости пользовался этот курорт это страна у русских тоже у россиян и они угощения предлагают ну капуста картошечка и всякие разные награды здесь висят я не знаю что это такое я это оказывается ревматологическая больница и в общем здесь есть курс вот воды минеральной можно вот так попить как в пятигорске в россии и вот здесь написано как и сколько надо пить город хевис и очень много отелей вот она это озеро собственно которое я вам показывал ну в принципе я думаю один два дня здесь можно провести если вы хотите покупаться вот в этих источниках решил зайти посмотреть здесь тоже очень много людей на кассах очереди и причем кассиры работают очень медленно по пять минут там продают эти браслеты вход и в в общем не хватает шезлонгов и если вы захотите зайти в спа в сауну то вы должны будете еще отдельно заплатить вот вода там просто обычная такая типа наверное как у нас на горячих источниках мы в будапеште и первое чем я столкнулся с тем что здесь платные парковки минимум стоит 15 минут стоит короче говоря 600 венгерских денег и они карточки не принимают они короче говоря никто не знает как заплатить никто не говорит на английском в общем сейчас у них здесь есть такие трамваи есть вот старые трамваи как у нас ездили и вот там уже через речку дворец парламента но я не знаю где припарковать машину чтобы туда попасть и сейчас я буду думать вообще стоит мне туда идти или нет как выглядит аппарат и вот они пишут что типа карточки не принимает не принимают они и в общем он там вот жучок уже по моему кому-то штраф выписал еще них прям такие водопады интересные дорога туда наверх куда-то уходит люди по моему ходят по лестнице весьма любопытно но не могу нигде найти парковку чтобы как-то заплатить карточкой или еще что-то а деньги я сейчас наверно уже не смогу поменять он только копеечки принимают примечательно что все здесь мосты бесплатно а вот там уже видно здание правительства ну и в общем собственно здесь все сконцентрировано возле этой реки весь и старый и новый город все возле реки там у них всякие паровозики речные такси вот уазик стоит я здесь в венгрии встречал очень много машин российских всяких разных там у них еще по моему замок весьма такой симпатичный город но город больше для путешествий пешком либо пешком либо на каком-то таком транспорте можно велосипеде еще на чем-то потому что с парковками них прям здесь вообще засада и машин немного я подозреваю что у них развита вот это вот сообщение именно по реке вот на вот этих лодках на катерах можно кататься и тоже будет очень хорошо хороший обзор хорошо можно будет город посмотреть изучить они старые трамвайчики но на самом деле город очень богат на достопримечательности история очень богатая у этого города и наверное сюда прям надо на несколько дней переезжать в принципе город такой миленький но здесь пешком только передвигаться потому что если вы где-то поставите машину там будете платить каждый час полтора евро но в принципе можно погулять просто нужно найти где они здесь карточку принимают либо платить копейками вот этими местными автомат копейки принимает даже не знаю с чем сравнить наверное чем-то на прагу похож город в принципе здесь все сконцентрировано так у них в одном месте если будете гулять то далеко наверное даже здесь ходить не придется все можно обойти пешочком тоже красота в принципе город очень красивый не тесный как могло показаться миленький город такой просторный и красивый ну и со своей историей плюс ко всему я думаю можно заехать на парковки вот этих отелей хилтон мариот или еще чем типа это дублей очень много ходит здесь по дунаю но большие корабли не выхватывают потому что мосты достаточно низкие и в основном все корабли тоже вот такие низкие я наконец-то припарковался машину припарковал у них здесь вот до 8 оказывается некоторые парковки работают а там вот через дорогу до 6 другая зона уже и чем дальше я туда иду к центру тем больше это время увеличивается самом центре там до 10 бесплатные парковки но в принципе вы можете заплатить один евро в час но 400 либо 400 либо там будет 600 местных вот этих денег и соответственно припарковать машину такая здесь у них архитектура это уже ближе к центру города сюжета 10 работает то есть читайте смотрите где чё как здесь можно еще как-то через приложение платить но лучше всего заплатить копейками или лучше просто припарковать на то время когда бесплатно вот там буквально 300 400 метров уже другая зона до 6 и можно просто бесплатно на всю ночь до 8 утра припарковаться я думаю даже спать здесь можно старые советские автомобили видимо на экспорт такие шли город у них относительно молодой но вместе с тем встречаются интересные здания я посмотрите какую я удивительную автомобиль здесь встретил он еще и вроде как на газе есть я думаю они переделали потому что раньше не было в то время дисковых тормозов вот друзья 10 минут и я практически в самом центре города там уже сейчас начнутся мосты через реку я там пойду назад здесь архитектура ближе к центру книжка с водичкой фонтанчик типа страницы перелистывает ну красивый город нужно отметить конечно что особенно центр очень красивый вот это исторический здесь у них все закрыто для машин в основном только пешеходная чем-то вот эта часть москву напоминает возле красной площади честно говоря у меня сначала впечатление такое сложилось о венгрии что это типа такая страна какая-то грязная неряшливая особенно на границе там со словении мы только выехали со словении и там на границе очень плохие дороги и вообще а а в целом так у них здесь чистенько в городе и метро есть уровень чистоты наверно даже такой же как барселоне намного конечно же чище чем времени и в других больших городах буду пешт прям молодцом вообще конечно метро тоже чисто не без граффити конечно но не так ярко выражено как в италии и нет вот этих вот эмигрантов которые прям вот под прям по которым видно что они что-то хотят украсть утащить еще что-то здесь они может быть и есть но вот так прям в глаза не бросаются а мистический кинотеатр тут какой-то буду пешт кстати их не деньги это примерно вот 5 800 это примерно наши наверно 6 тысяч деньги то есть примерно похоже 6 6 500 где-то вот так рядом но если курс брать по отношению один к одному наверно будет к тенге много роскошных отелей зашел вот сейчас вот в этот он прям вообще ну очень крутой очень красивый такой интерьер там я не знаю как он называется вот вот в этот отель прям весь яркий такой красивый тоже на улочках музычка но по европейски все по европейски но не тесно и не грязно и ну не зажато много азиатов азиатов прям очень много в этом городе я имею ввиду китайцев прям от местных которые здесь работают живут обычно в европейских странах если вы приезжаете в большие города какие-то мегаполисы то вас может ждать разочарование или еще что-то а здесь венгрии прям у них битов будапешт прям очень красивый город и вот прям вот везде достопримечательности никаких зон с нулевыми выбросами нет никаких платных въездов ничего нету прям город такой ну гостеприимный в отличие от всей страны в целом и такой красивый везде вот остановки такие красивые ну прям нужно конечно же отметить что как будто бы буду пеште это прям прям не венгрия отличается очень сильно от того что мы проезжали видели но мы в основном ехали по платным трассам ну все равно вот те места которые приходилось проезжать деревни и так далее они прям как-то мне не зашли а вот буду пеште с удовольствием я здесь гуляю я думаю я сюда еще вернусь еще сюда можно через визеер прилететь буквально там за 20-30 евро low coaster без багажа с астаны летают ну может за 50 за 60 вот так вот это максимум там каждый перекресток и на каждом перекрестке прям что-то интересное такое красивое туда вообще геленваген вытащили наверное электрический и очень много лавочек прям очень много на каждом шагу и много и я нечистый в отличие от венеции где вообще даже на бордюрах сидеть на полу нельзя здесь прям такой гостеприимный город туалет еще не встречал но не искал так что это за отдельно но скорее всего да это бензиновый это не такой как мы видели электрический это бензиновую того прям труп не было а это бензиновый обычный g-класс вот зачем-то они его сюда притащили кимпинский отель все отеля они вот в центральной части здесь сосредоточены чтобы люди приехали могли погулять чтобы ехать им никуда не пришлось это друзья машинка каршеринг электрический volkswagen и кио вот они уже сделали прям самом центре стоит можно зафрахтовать можно арендовать харитс карлтон кимпинский прям все отели в самом центре и здесь парке рядом очень много людей красивых изданий мое интересное что он блоками вот так вот идет в разные стороны и все кварталы они прям по-своему красивые что-то новое такое ярко интересно вот туда тоже прямо удивляет меня будапешт конечно очень красивый город очень красивый них друзья здесь публичные туалеты тоже платные я честно говоря не понимаю вот этот вот фетиш делать в таких самодостаточных мегаполисах крупных туалеты платные еще и за копейки за местные это вообще что-то наверное немыслимое особенно на заправках на трассах это вообще меня это прям вообще удивляет такой богатый город самодостаточный состоятельный и там 200 этих 200 тенгеем как будто бы что решат здесь еще в центре сегодня намечается концерт какой-то как раз возле вот этого сооружения религиозного видимо артисты будут выступать но они здесь летом любят петь танцевать в будние дни в рабочие не имеет значение постоянно я паника с 1083 по 2023 наверное независимость города или основания празднуют тысячи лет уже города подошел к зданию парламента здесь прям аж ветром подуло такая площадь большая просторная и здание такое тоже красиво массивно очень крутое и старые трамвайчики видите хоть старый но все равно ездят у нас все трамваи утилизировали причем она действующие это здание здесь как бы заседают до сих пор он там охраняют его и так далее уходит туда ту часть какая-то подземная дорога здесь тоже много всяких разных фотографий иллюстрации видимо они сейчас ремонтируют вот это что-то связано с римом по моему если я не ошибаюсь ну очень круто конечно нельзя здесь на дроне естественно летать на честно говоря я даже думать думать не мог что здесь все так круто когда со стороны заезжаешь или проезжаешь это одно а когда вот так вот заходишь во внутрь это совсем другое вот здесь мы с вами уже ездили сегодня кораблики смотрели а с той стороны подсвечивается здание видимо даже цвет будет меняться но сейчас пока зеленым светит это замки и очень активное движение здесь по реке а градки никакой нету и спуск сразу такой резкий что они не предусмотрели видимо чтобы было тем людям которые здесь сидят на лавочках чтобы красивее было смотреть но если туда кто-то полетит мало не покажется и вода грязная в реке а теперь это подсветка меняет свет и вот это здание парламента конечно же главная достопримечательность здесь основная его прям так охраняют активно набережная набережная наверно это лицо города и я как-то гулял по набережной в батуми а ко мне подъехали полицейские битва куда идете покажите документы они конечно борются там за порядок за все такое но у всех подряд без причины проверять документы это как-то наверно стремно еще в европе они делают вот такие вот приколы интересные это очень острый камень очень твердый и вот дорога как войдет а здесь вот такая вот штука это вот к тому что у меня спрашиваются чем тебе такая резина и так далее мы как бы сейчас центре будупешта находимся можно сказать но не в сердце прям самой европы но в европейской части и в европейском в европейском городе и собственно вот такие вот здесь можно приколы увидеть если обычное колесо наедет то скорее всего шансов не будет а этим еще можно колесом спасти я почему-то думаю что они не меняют эти трамваи для того чтобы сохранить облик вот этот именно исторически города и собственно здесь еще был придуман и карус автобус вот этот гармошка и шариковую ручку и кубик рубика еще придумали венгрии вот они повсюду здесь куда пишите вообще нет бесплатных стоянок днем где придется платить и если не заплатите обязательно штрафуют мост рядом с которым мы сегодня есть или по нему тоже можно ездить и вам там вот это более такой старенький мостик а там более современный мостик по нему все действия после него и этот мост со львами которые старенький он плюс ко всему еще и пешеходной то есть по нему люди могут ходить переходить потому по моему не могут час я посмотрю весь буду пешта он как одна вообще наверное сплошная достопримечательность я думаю ни в одном городе венгрии нету такого количества каких-то ярких мест таких интересных как в этом городе и все реально очень красиво и друзья вы видели такое когда-нибудь чтобы в ресторане прям целый оркестр играл с видом на мост как круто удивительно а и здесь меню всего лишь 5000 в общем этих денег стоит еще немного а у них здесь везде эти артисты это не только там по ходу дела во всех ресторанах да круто круто Артистов, конечно, здесь хватает. Ещё одну сцену готовят. В том берегу какой-то замок. Ну, в общем, Будапешт однозначно мне понравился. Рекомендую прямо его всем посещению. Город классный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова